Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в воскресенье вечером госпитализировали для лечения COVID-19. Его поместили в госпиталь Сент-Томас на южном берегу Темзы. До этого в течение 10 дней премьер находился в самоизоляции дома с лёгкими симптомами болезни и руководил работой правительства с Даунинг-стрит-10. Однако поскольку у него постоянно сохранялась высокая температура, его лечащий врач посоветовал ему лечь в больницу в качестве меры предосторожности. На эту новость отреагировал президент США Дональд Трамп. Он пожелал главе британского правительства скорейшего выздоровления. «Перед тем, как я начну, хочу от нашей нации выразить хорошие пожелания премьер-министру Борису Джонсону, который сейчас борется с вирусом. Все американцы за него молятся. Он мой друг, хороший джентльмен и прекрасный лидер. Как вы знаете, его сегодня отправили в больницу. Но я уверен, что с ним всё будет хорошо. Он сильный мужчина, сильный человек». Самого Дональда Трампа уже дважды тестировали на коронавирус. В обоих случаях тесты показали отрицательный результат. Что же касается британского премьера, то COVID-19 заразился не только он, а и его беременная невеста. Она вместе с ним оставалась в самоизоляции дома. Новости о госпитализации премьера поступили через несколько часов после редкого телевизионного обращения королевы Елизаветы II к нации, которое уже сравнили с её посланием во время Второй мировой войны. Она призвала людей объединиться, а также поддержала всех, кто вынужден оставаться в изоляции и терпит финансовые убытки. В Великобритании зарегистрировано около 48 тысяч случаев заболевания коронавирусом, смертей от болезни – около пяти тысяч. В Южной Корее впервые с конца февраля за сутки выявили менее 50 новых заражённых коронавирусом. Об этом сообщают южнокорейские центры по контролю и профилактике заболеваний. «Вчера было подтверждено 47 новых случаев. 135 человек завершили пребывание на карантине». Днём ранее в Южной Корее выявили 81 новый случай. При этом власти предупреждают, что радоваться пока рано и что новая вспышка может случиться в любой момент. Небольшие вспышки коронавируса продолжают фиксировать в церквях, больницах и домах престарелых, а также среди путешественников. «Хотя количество новых случаев упало до менее 50, общую тенденцию пока оценить сложно. Как видно, снижению цифр способствовало то, что за выходные меньше людей обратилось за тестами. 6 тысяч человек вместо 10 тысяч». В Южной Корее проживает 51 миллион человек. Это вторая наиболее пострадавшая от коронавируса страна Азии после Китая. Число новых случаев COVID-19 резко увеличилось в Южной Корее 29 февраля, когда за сутки выявили 909 новых заболевших. Более чем в два раза больше, чем накануне. В целом коронавирус здесь диагностировали у 10 тысяч 284 человек. 186 человек скончались, около 6 тысяч 600 выздоровели. В настоящее время 55 находятся в критическом состоянии. В Южной Корее достаточно хорошо отреагировали на кризис. Людей быстро начали массово тестировать на вирус. Около 20 тысяч человек в день. В некоторых городах тест можно пройти, не выходя из машины. При этом население информирует об обстановке максимально полно, что позволило не ограничивать перемещение людей. Корейцы дисциплинированные и сами соблюдают все меры предосторожности. Многие врачи и медсёстры в итальянской ломбардии говорят, что умерших от COVID-19 в регионе намного больше, чем указано в официальной статистике. По их словам, многие пациенты умирают дома, так и не дождавшись врача и адекватной медицинской помощи. А телефонные консультации часто оказываются неэффективными. «Самых уязвимых пациентов нужно осматривать дома. В противном случае их невозможно будет спасти, поскольку большинство из них страдают, например, от старческого слабоумия. Они не могут точно описать свои симптомы. Поэтому нужно приходить к ним домой и выявлять возможные симптомы болезни». Только в северной провинции Бергамо, согласно официальным данным о числе смертей за прошедшую неделю, умерших от коронавируса может быть в два раза больше, чем официальная цифра – в 2060 человек. В то время как власти страны сконцентрированы на том, чтобы обеспечить больницы аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитной экипировкой для врачей, семейные врачи и медсёстры, которые ходят по домам, оказываются без средств защиты. «Происходило то, что врачи начали посещать пациентов, не уделяя достаточно внимания защите, и заразились. Некоторых врачей поместили на карантин, и они продолжали работать, давая консультации по телефону, поскольку их некому было заменить. Другие врачи были в ужасе, что их коллеги заболели и умерли, поэтому они перестали наносить визиты, ведь у них не было защитной одежды». Также врачи отмечают, что теперь многие семьи не хотят отправлять своих заболевших родственников в больницы, поскольку боятся, что больше их не увидят, и те умрут в одиночестве. «Мы забираем страдания этих людей с собой домой. Мы не привыкли видеть, как умирает столько людей, и мы не хотим к этому привыкать. Мы сейчас ощущаем, что на самом деле живём в условиях войны, и пока не видим этому конца». В Италии число заразившихся уже приближается к 130 тысячам. Смерти от вируса только по официальным цифрам зарегистрировано более 15 тысяч. В чилийской столице снова ловили пуму. Этих крупных кошек также называют кугуарами и горными львами. Это уже второй раз за 10 дней, когда они забредают на опустевшие из-за карантина улицы Сантьяго. Пуму обнаружили в спальном районе мегаполиса. В животное выстрелили снотворным и отправили в зоопарк для ветеринарного осмотра. Это 25-килограммовая самка. «Засуха и нехватка пищи заставляют их спускаться в город. И из-за тишины во время комендантского часа они заходят ещё дальше. Повторяю, они заходят в городские районы именно из-за тишины, потому что они очень пугливые животные». То, что большие кошки стали так часто заходить в столицу, учёные называют феноменом. «По крайней мере, для Чили это уникальный исторический феномен. Во всём мире схожая ситуация. Мир никогда ещё не был так парализован. К нам приходят пумы. В других странах дикие животные тоже стали заходить в города». В Сантьяго проживает более 5 миллионов человек. Карантин здесь вели две недели назад. Вскоре после этого в пригороде столицы заметили первую пуму. Это был 35-килограммовый молодой самец. Его также усыпили и отправили на осмотр ветеринара. Оказалось, что он в отличном состоянии здоровья, и уже через два дня его выпустили в близлежащих горах. В кондитерскую в Дортмунде, несмотря на пандемию, выстроилась очередь. Люди стоят за туалетной бумагой, правда, ненастоящей. Здесь продают торты в виде заветных рулонов. Недавно пекар Тим Кортуем обсуждал с покупателями ажиотаж вокруг этого предмета гигиены. В марте по всей Германии продажи туалетной бумаги выросли на 700%. Тим решил ради шутки испечь восемь тортов в форме рулонов. Они разлетелись мгновенно. Теперь здесь их пекут по 200 в день. «Сначала мы немного опасались, что кто-то подумает, будто не очень хорошо делать бизнес на коронавирусе и нехватке бумаги. Но большинству людей нравится, поскольку это дарит немного веселья и привносит юмор в нашу жизнь в столь трудное время». Покупатели и правда смеются, завидев необычный товар на витрине кондитерской. «Отлично. После всех этих коронавирусов нужно что-нибудь сладкое». Оригинальная идея помогла пекарне поднять продажи, которые резко упали, когда в стране начался карантин.